Понятно, принял Игнатий Тихонович, на свой счет буду следить за собой. Молитва, труд, повтор, но разбирать надо где, повторяю, на молитве где, в каком. Вот бывает человек стоит и перекатывается пяткой и пальцем на ноге, вот так вот так. Ну, сам знаешь как. Ну, когда вышли, я говорю, а ты почему так делал? А что? А ты не знаешь, что это болезнь? Какая? Блудная лихорадка. Откуда вы узнали? А я говорю, всю службу о блуде думал. Ну, вот видишь как. Другому недавно тоже сделал замечание, но сделал замечание так, отошли в сторону от людей, свои родственники только, ну, и все, он больше никак. И стоит как вкопанный. Человек даже не замечал это, а кому нужно, что ты афишируешь, что ты думаешь о чем? Ты понурь голову-то. Вот сейчас стихотворение давал, глаза, кто-то прочитал, может быть. Глаза. Что научиться плакать. Неистащимый источник пусть будет. Но я слушаю дальше. Я вот, Игнат Тихонович, маме своей говорю, говорю, днем не надо ложиться, говорю, отдыхать. А вот сейчас я начитываю вашу книгу на своем канале, к истинному православию, дошел до главы о сне, и оказывается я понял, что я ей неправильно даю советы. До 60 лет не надо ложиться днем спать, а после 60 лет у вас написано, что вы рекомендуете спать. И мама говорит, что я себя лучше чувствую, когда днем немножечко, часик посплю, а ей уже 70 лет. Чтобы она не ложилась, подушки под спину и сидя, вот я о чем говорю. А, вот так. Не ложиться, горизонтально не ложиться, будет болеть голова и будет головокружение, а потом давление. Никак. У меня вот стул такой, ну, самодельный, палки поставил, но у меня есть, куда вот она, видишь, он красный. Я вот так вот раз, и бывает и минут 15, выпрошу у Бога. Потому что вставать приходится часто, и другой раз, сегодня встал, ну, 2 часа ночи-то, вечером поздновато лег. Я маленечко думаю, я прилягу еще. Бац, да и уже 4 часа. Как будто даже только лег. Вот, понимаете, сон в усладу. Надо все делать так, чтобы у тебя как раз было и питание, и все остальное, посты соблюдать с радостью. Я вот об этом говорю, потому что я вот директор детского лагеря был, который сам основал, 45 лет. 45 лет! А какие дети-то? А какие враги? Еще только не делают. Санэпиденстанция? Ну, а теперь-то они там, Роспотребнадзор, они душат. Один год, против меня сразу 2 или 3 уголовных дела возвели. И когда я вернулся, ну, я нашел газету, которая есть, «Московский комсомолец на Алтае». Ну, и потребовал, говорит, от сатисфакции, удовлетворения. А кто писал? Нам вот скрывают. Я узнал, Александр Самольцев. Я говорю, вы не видели и не знали, вся статья лживая. Значит, вы должны дать опровержение. Нет. Ну, я говорю, тогда я в руки Бога передаю. И буквально 2 дня не прошло, его убили. Убили. А который там уже суд начался, был против, он летчиком был. Его везде разжаловали. Мне прокуратура краевая говорит, это что за разгром такой? А профессор там выступал. Его где-то в подъезде захватили и ножами изрезали его заднюю часть. Почему? Молитва. Молитва и защита. И все рассыпалось, ничего нету. Пришлось им заплатить и опровержение писать. Они, главное, главная-то газета в Москве. И они там вскрылись. Решение вынесено платить. Они никак. Я прокуратуру того района сказал. И сразу раз. Закрыли все. Конфисковывается имущество. Все продается. И они мигом мне все высали деньги. Подрыв. Репутация. Деловой. Ну, а почему так? Так положено. Я христианин. Требую удовлетворения. Как этот говорил Иосиф. Скажите Параону, что я невинно нахожусь здесь. И апостол Павел требует суда кесаря. Мало что они там думают. Для этого суд. Но у нас главное это молитва. Слушаю дальше. Братья, у кого еще вопросы есть? Когнати Тихоновичу. Ну, еще повторю. С мыслями бороться? Где вопрос главный-то? На людях? В храме-то или один? На молитве или не на молитве-то? И вот тут вопрос под как себя вести. Вот я и сказал. Там себя укоряй. Да что такое? Я такой момент пропускаю. Что ты думаешь? Как бы разговариваешь уже не по увлечению, а самого себя. Как я мог это допустить? Господи, да прости ты меня. Ну и все. И дьявол отступает пораженный. Уже ему не до мысли. Да еще если Бог даст слезы, он без оглядки бежит. Вот интересно. Людям когда рассказываешь, что вот я еще прошу, и Бог дает. Ну, нужно. А то, что я прошу отнять от меня, люди в это не верят. Ну, я знал там много, да рассказывал, анекдоты, там все, когда обратился. Это все мне мешает. Я взмолился, Господи, да очисти ты мои мозги-то. Встал, ничего нету. Сотни разных там таких, нехороших, ничего нету. Да как так? Ну, вот так. Для Бога-то разницы нет мне засыпать туда или убрать. И все, по сегодняшний день ни разу дьявол не вылез нигде. Ну и, конечно, разум занимай божественным, считай. Вот такие у нас занятия идут. В православии, чтобы так шли, такой авторитет Святой Библии, я не знаю. Притом, мы святых отцов как берем, у нас нету самобольства-то. И которые вот бы вы тут ушли, то другое, они ничего никогда не найдут нигде. У нас есть правила. И правила очень хорошие. Ко мне тут один зашел, а он мне говорит, я вас считаю своим духовным отцом, а меня вот то другое. Ну, я говорю, не знаю это. Давай вызванивай Вячеслава, и мы поговорим, что у вас там за разговор был. Ну и когда он мне выкинул все, как разговор был, напечатал, я показал, где эти ошибки. С вами поступили абсолютно правильно. То есть вычислили его изо всех ресурсов и изгнали. Ну, дальше будет видно. Слушаю. Тишина, никаких вопросов нету. Тишина, штиль, как на море. Может быть, есть вопросы, не знает, как сказать, а другой опасается, скажет против меня, и пойдет ответ. Ну, бояться, братья, нечего, если есть, не бойтесь тут. Никто вас не укусит. Правильно. Хорошие слова. Тут у меня один, я уже не буду говорить, кто свой тут из рулетки, вот за этой рулетки говорю, из нашего общества-то. Вот я там говорил, математические-то цифры-то, какие писатели, поэты. Ну, чего вы сравниваете себя, да, мерзкие люди? Я говорю, ну, выйди на меня теперь и объясню вам, если вы ничего не поняли-то. Если меня человек знает, он понял, что сравнивать-то. А вы все время о Боге, конечно, вы выигрываете. Да нет, не в этом дело. Я беру глубоко, Россия какая была, кто руководил, кто питал ее. Вот в чем дело-то. Они вот, давай посмотрим, кто составлял песни у баптистов. Зачем баптисты-то? Они гонимые были. Меня интересует именно этот Державин, Пушкин, Лермонтов, Нехрасов. Это были мозги нации. И теперь, сколько раз у них встречается слово благовествовать ни у одного, ни разу. Слава Егова однажды, только у одного на один раз. Я делаю сравнение, как у меня в четырехтомнике. Почему мы такие же люди, так же любим свое отечество. Небесное и земное. Ну, вот так. Да, хорошо, что вы, Игнат Тихонович, ответили на этот вопрос. В чате кто-то задавал этот вопрос. А вы ответили сейчас. Да я немного ответил. Если бы отдельно по теме беседовал, я его подробно стал говорить. Кто сравнение-то? Посмотрите, какие люди имели этот авторитет. И где они, что сказали о Боге-то? Я показал, что сегодня насчитал еще девять. Там написано, кто? Фет. Ну, то есть, не верующие люди. Верующие, которые причащались, сходили-то. А почему у них так мало? Теперь уже тринадцать поэтов за жизнь свою меньше написали, чем мне Господь позволил за девять лет вот четырехтомник. У меня три миллиона с лишним знаков без пробела. А они все вместе едва и два, два миллиона набрали. Это уже тринадцать человек все вместе. Это говорит о чем? Ну, а дальше почему я вопрос задал-то? Так вот, теперь мы и разберем, где нам черпать богатство. От чего? Тем более, я не с детства такой. В двадцать три года мне Господь открыл это все. В двадцать три года я Библию увидал первый раз. Вот как дело-то. Это мы говорим для пользы, что не нам, не нам, но имени твоему дай славу Господи. И Господь вот так делает. Сейчас только она написала Голубева Екатерина, вот кто. Я, говорит, хотела на эту тему поговорить, а вашу пропасть стала считать. Там как раз проект дается ответ. Мне очень часто это идет. Как одна девушка, она там ходила кришнаи, там везде, в университете училась. А потом услышала разговор в автобусе-то и узнала, где мы ведем занятия в техническом университете. Она пришла. И вот как Бог расставляет. Она заходит только, а я говорил, кажется, о втором пришествии. А первый ряд сидят, которые там студенты, кто. Сразу одна женщина поднялась и пошла на заднюю парту туда. Она села прямо рядом. И вдруг, говорит, вы на меня посмотрели и начали отвечать на мои вопросы. У меня, говорит, было семь вопросов. И отвечаете в том порядке, в котором они у меня записаны. Ну и там что попало, уже начали говорить. вы учились в Индии, там в Египте, там у волшебников набрались. Нигде я не был даже там. Все это глупость. Это Бог делает. Мне вот часто пишут, что я ночью пришел, его разбудил в Америке. Я говорю, а как вы меня нашли? Ну как, Леньте-то? Я, говорит, за больным тут ухаживаю. А потом, как ночью-то? Пнули меня ногой. А я говорю, а кто вы такой? А я ему сразу говорю, что спишь, вставай на молитву. Америка. Ну я назвался Игнатий Лапкин. И он утром меня нашел. Мне пишут из разных стран. И главное, везде я пнул и призываю на молитву. Что это так? Они, эти люди, никогда меня не знали. Друг друга не знали, а результат один. Так я говорю, вот почему я не высыпаюсь-то. Меня нету дома-то. Меня Господь протаскивает по разным странам, наверное. Хоть смейся, хоть падай. Ну бы один-два, а то сколько уже человек такие. Да больно так пнули, говорит. А я, говорит, по интернету начал искать и вас нашел. У вас похожая ситуация с Михаилом Каримовым тоже была. Он вперед вас увидел во сне, а потом уже стал искать и в интернете нашел. Ну вот, видишь? С наушниками вас видел, да. Это Бог делает так. Это чудо Божие, чудо, притом не один раз повторяемое. Мы надеемся на милость Божию. Да будет воля Его. Я прошу не о здоровье только, но чтобы было по воле Твоей, Господи. Вот сегодня на операцию бабушку берут, она мусульманка у Вячеслава. Ну и там уже заботится о похоронах. Страшно слушать, как она жила. И причина, он говорит, какая. Везде грех. Ну что, если никого нету, тогда, наверное, что, назначать молиться? Да, назначать, Игнат Тихонович. Ну хорошо, я назову кого-нибудь. Андрей Новиков, это кто такой? Андрей Новиков. Есть такой? Игнат Ильич, слушаю вас. Ну, это вы отвечаете? Да. У нас вот пропоют сейчас по окончанию, это и дальше совершите молитву, небольшую, своими словами. И в конце прославьте Святую Троицу, и громко скажите Аминь. Вы меня поняли? Да, да. Ну все, давайте, во славу Божию. Такой порядок у нас. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь. Достойно есть я кого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Росшую, сущую Богородицу Тя величает. Благодарим Тебя, Христе Божий, за эти занятия, проводимые за просвещение, за возможность изучения слов Твоих, чтобы наследовать царствие Твое, чтобы следовать Твоим словам. Благодарю Господа за то, что постою в этом сообществе. так завелось встретить человека, который привел меня сюда, и познакомился со всеми братьями, пусть по интернету. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Кто согласен, кропко говорить Аминь. Аминь, спасибо Христос. Христос.